Всем привет! С вами Таня Багринцева и вы на канале Таня Про Дизайн. Я увидела, что вам нравятся обзоры квартир, да я сама люблю изучать пространство. Именно поэтому сегодня здесь будет обзор квартиры 43 квадратных метра, которая сделана для трех человек. Ремонт в этой квартире сделал Александр. Логика ремонта. Кстати, вот он приехал. Саша, я тебя заждалась, у тебя тут такая интересная квартира, пойдем уже скорее покажем всем. Поехали. Я смогла. Че, давно ждете? Два часа. Хорошо, что у тебя крутые замки и ты нам смог открыть дистанционно. Кстати, сейчас мы вам покажем их. Здесь стоит крутой навороченный замок у Саши, который открывается дистанционно. Мы сегодня попали уже в эту квартиру. Я уже видела все, как там классно сделано. На самом деле, очень необычно. Саша открывает приложение и просто нажимает на какие-то кнопочки и пускает нас в квартиру. Хотим вам продемонстрировать. В аккаунт вспоминает любые пароли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы заходим в квартиру. Первое, что мы делаем, это включаем свет. Очень удобно расположен здесь выключатель. А розетка здесь сделана для чего? Для пылесоса. Для пылесоса. Есть у меня еще идея обувь подсушить. Можно обувь подсушить. Можно обувь подсушить. Можно обувь подсушить. У нас удобно сделать здесь самофон. Пленочку пора снять. Да, вот Александр положил свой шлем. Здесь удобная такая скамейка, на которую можно поставить шлем, можно поставить сумку. За этой скамейкой располагается огромное зеркало во весь рост. Оно расширяет пространство и удобно здесь одеваться. Дальше мы идем. Нам нужно разуться. Саша уже разуться. У меня чистые кеды, я не буду. Здесь, в этой зоне у нас располагается шкаф. Здесь функциональный шкаф со всеми дверками. Сверху, снизу. Он достаточно большой. Сюда поместится и пылесос, и верхняя одежда. Сюда можно все спрятать. Это для очень голодных, кто не успевает даже помыть руки, можно сразу залезть в холодильник. Посмотрите, какое здесь необычное решение. Часть кухонного пространства сделана в зоне прихожей, в коридоре. Есть холодильник. Здесь располагается и духовой шкаф, и микроволновка. Она сделана в коридоре лишь потому, что ты пока еще разделась, не до конца разулась. Если мы будем находиться на кухне, и никто сюда сейчас не пришел, то тогда это кухня больше, чем прихожая. Надо разуться. Если ты разуешься, ты тоже будешь на кухне. Посудобойка у нас тоже здесь сделана. И морозильная камера. Полозильник, морозильная камера, и еще несколько шкафчиков. Микроволновку. Возвращаясь к обсуждению проекта, могу тебе сказать, что для того, чтобы комфортно стала техника, достаточно 62 сантиметров. Но для того, чтобы за ней прошли коммуникации, канализация и водопровод, мы сделали углубление 700 миллиметров. Учли эти моменты. После этого приехали, ребята, монтажники, не было никакого вопроса. Проходим дальше. Попадаем на кухню. Если мы просто зашли в квартиру, да, вот там включили свет, выключить мы можем его вот здесь. И пошли дальше. А вот эти два обучателя – это зона кухни и, в общем, свет в носике. Здесь одна ровная линия вот этого шкафа, совместно соединенного с кухней. Кстати, вот на этом месте, там располагаются трубы, всякие коммуникации, к которым особо доступ не нужен был. И его очень хорошо спрятали вот таким неглубоким шкафчиком. Но вот эту зону, ее можно, соответственно, использовать под разные штучки. Там пока стоят моющие средства. Ну, я как хозяйка бы поставила туда всякие мне нужные баночки. Я как хозяин бы поставил бы туда всякие бутылочки. Кого баночки, кого бутылочки. Вот. Здесь достаточно тоже интересные модные цвета. Черные раковины, белые столешницы, да. Как бы все сделано в спокойном, нейтральном цвете. Смотрите, есть какая особенность. Вот почему-то здесь, на самом деле, была идея сделать однотонный фартук вместе с общей стеной. Поэтому он еще просто не приехал. Заказан степлянный фартук, как я понимаю. Ну, такая, смотрите, небольшая зона для того, чтобы приготовить. В целом помещается здесь даже три кастрюльки. Здесь можно резать. Здесь можно мыть. Помыл, порезал и в кастрюлю. Высокие такие шкафы. Здесь у нас вытяжка. Между ними тоже сделали пространство для всяких... Так, я пытаюсь открыть. Да. Так. Вот, куда весь сайт компьется. Вот здесь. Здесь, на самом деле, вот такая сушка для посуды. Но я считаю, что когда есть посудомойка, то в целом сушка, она уже в принципе не требуется. Здесь можно включить дополнительный свет. Можно сесть, почитать, подписать, порисовать проекты. Стол выполнен такой... 80? 700? 70 сантиметров на метр 400. Вообще четыре человека вполне здесь комфортно будут кушать. И можно еще и функционально здесь что-то поделать. То есть, когда заходишь в квартиру и проходишь в зону гостиной, вот на эту полочку очень удобно положить телефон. И ключи. А на телевизоре, кстати, слева. Тихо-тихо, не рвем. Почему? Потому что... Потому что Samsung. Потому что новый. Ну что, идем в санузел? Мое любимое пространство – ванная комната. Я могу здесь находиться вечно, рассматривая каждый сантиметр, как взял. Но здесь, смотрите, здесь достаточно гармонично колокаданы стены в сочетании с деревом. Всегда этот интерьер, он смотрится теплым, таким универсальным и очень приятным. Кстати, вот на этой стене, если вы обратите внимание, что внутри полотенцесушителей нет. Потому что Александра делает теплую стену. Сейчас очень модно сделать внутри такой мат, да? Потому что мат использовать. И эта стена, она нагревается. То есть, есть такой же выключатель для теплого пола, но греет он стену. И просто два крючочка. Ваши полотенца, они всегда будут подсушены и никогда не будут поднять. И халатики теплые для тех, кто любит халатики. В халатиках ходить. Обратите внимание на зеркало. Я всегда говорю бренды. Точнее, стараюсь всегда говорить бренды. Для чего? Потому что мне задают очень много вопросов. На некоторые комментарии я не всегда успеваю ответить. Поэтому я вам сразу скажу, какие здесь использовались фабрики. Для того, чтобы вы могли их сами уже самостоятельно находить. На самом деле здесь было все куплено в нашей компании. Зеркало используется Mirals Fabrica. Это российский бренд. Они достаточно быстро делают зеркала по индивидуальному заказу. Вот мы захотели, Саша, 74, да, по-моему, или 701? 795 на 1750. 795 на 1750. Да, зеркало повторяет раковину. 795 это размеры. То есть по индивидуальному заказу компания Mirals может изготовить зеркало. Обратите внимание, здесь интересное решение, что зеркало сделано до потолка. По бокам вот эти полосы мы тоже делали индивидуально. Они выбраны по три сантиметра. Можно сделать четыре, можно сделать два. Данное зеркало без выключателя, потому что здесь уже был выведен выключатель. Соответственно, так тоже можно делать. Можно у них ставить сенсорные выключатели. Можно ставить, вообще часы встраивать. А также компания Mirals изобрела такую штуку, что зеркало включается при движении. То есть у них есть датчик движения. Также он подключается к блютузу. Там можно присоединить колонки и слушать вашу любимую музыку. В общем, все варианты выбрать можно прямо на сайте Mirals. А заказать можно в моей компании. Я всегда рада. Все полезные ссылки я оставляю, как всегда, в описании. Но вы, конечно, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. Задавайте вопросы. Я по мере своих возможностей постараюсь на них отвечать. Дверь в нишу у нас в фабрике Rodeway. Это польский бренд. Я о нем уже несколько раз рассказывала в своих видео. Как получается, что у нас постоянно Rodeway. На самом деле это очень популярная компания, потому что у них ценник невысокий. И они очень качественно и быстро делают какой-то специальный заказ под ваши размеры. За 40-45 дней уже все в Москве. Поставки продолжаются. На складе много всего есть. Поэтому можно приобретать и посмотреть качество, выбрать цвет профиля, модель. Можно все в моей компании. Приходите в сантех Comfort Elite. Вот данная дверь называется идея. Это первая дверь, которая была выполнена в стиле минимализма. Здесь есть интересные такие фишечки. Ну, во-первых, удобная ручка. Потому что ручка Raving, обратите внимание, она всегда более удобная при использовании. То есть ее удобно захватывать и открывать. Да, и с этой и с той стороны она одинаковая. Вот. Такой достаточно минималистичный профиль. И с внутренней стороны там нету никаких болтов. Это все закрыто монтажной лентой. А сами ролики, они спрятаны внутри вот этого профиля сверху. Снизу роликов в косы, видите, никаких нету. Вот это порожек. Он сделан для того, чтобы вода, она не вытекала. Такой маленький порожек ставится специально, да. Но, конечно, на двери в любом случае есть уплотнительный профиль. И еще есть такая фишечка. Смотрите, самое труднодоступное место в уборке, как правило, это вот это место. И особенно нижняя часть, да. То есть вот в обычной жизни обычное стекло его никак не помыть. Здесь есть вот такой механизм. Мы нажимаем и стекло отодвигается. Эта часть у нас доступна, мы можем ее помыть. И так же назад ставится стекло. Данная модель сделана из 6-ти миллиметрового стекла. Оно, смотрите, не отдает никаким зеленым оттенкам. У них достаточно прозрачное стекло. И еще стекла у компании RDV, они с антигрязевым покрытием уже априори изначально. Это не как дополнительная опция, как у многих есть в компаниях. А это уже включено в стоимость. И на самом деле очень хорошая функция, потому что вода с обратной стороны, она легко спрятается. Чем хороши большие форматы? То, что вот в такую зону можно взять большой кусок плитки, у вас не будет много разных разрезанных плит. И вот здесь Александр взял именно большой кусок размером примерно 135 и 15 см оставили для того, чтобы сделать уклон стороны стены. То есть вода, она и от стены стекает в душевой трап, и отсюда она стекает в душевой трап. Именно вот в этой части идет дополнительный уклон. И сделан такой ровный порожек, на который установлена душевая дверь. А душевая дверь, кстати, вот именно эта, она может устанавливаться как и на бортик, так и просто на ровный пол. У него вообще универсальная установка. Душевой трап здесь в моей любимой фабрике ТЦ. Кстати, душевые трапы в отличие от инсталляции, они доступны в продаже, еще имеются. Для зеркала, то есть все очень удобно. Про унитаз я особо вам не буду рассказывать, потому что это фабрика Дюролит, которая сейчас практически не поставляет. Вот, на самом деле унитазы хорошие. Обратите внимание на гигиенический душ. На самом деле я не очень понимаю людей, которые их вообще не ставят. То есть будет очень важно в ванную комнату, в любую поставить гигиенический душ. Потому что после тех дел, которые мы делаем по несколько раз в день, бегать в душевую кабину или вообще не бегать, а пользоваться удалительной бумагой, ну, по мне так это как-то очень странно. Простите, конечно. Будет много комментариев, я знаю на эту тему. Для тех, кто мне любит мыться, но мне кажется, что все-таки гигиена, она важна. Удобно. Вот. Саму лейка, если вам не нравится такая, можно ее будет поменять на другую. Ну, на самом деле, к любой лейке можно привыкнуть. Обязательно в конце просто нужно сливать воду и повесить вот так. Мастер спальня. Когда мы заходим, нам в первую очередь надо будет что сделать? Включить свет. Соответственно, здесь выключатели расположены достаточно удобно. Верхний свет и свет, который освещает прекрасную стену. А стена здесь необычная. Вот. Но пока не про это. Здесь встроенный такой гардероб. Ну, шкаф можно назвать его. Два одинаковых отсека с выдвижными полками и... А, вот так вот сделано, да. И общим местом для верхней одежды или просто костюмов. Мужская часть и женская часть. В общем, достаточно много места для того, чтобы повесить, положить одежду и все разложить. Сейчас достаточно модно сделать стены за кроватями какие-то такие, ну, необычные из какого-то материала. И в том числе используют крупноформатный керамогранит. Вот здесь у нас именно использован крупноформатный керамогранит, но который еще и разрезан на несколько частей, что это добавляет такого некого колорита, я бы так сказала. Какой-то дизайн был, задумка дизайнера. Вот он идет и повторяется, переходит сюда и получается две стены. А, вот он что повторяет, он повторяет наши двери, смотрите, да. Мы остановились вообще на функциональности, да, о том что спальня здесь в целом небольшая, но достаточно функциональная. У нас удобный есть шкаф для мужчин и для женщин одновременно. Также есть тумбочки прикроватные, в которые можно что-то положить. У нас есть здесь розетки, достаточно удобные, как USB-выход, так и Type-C, потому что сейчас уже все телефоны идут с Type-C, да, и выключатели. Все легко доступно. Если лежишь на кровати, то можно включить и выключить свет, и зарядить телефон, никуда не надо ходить. Напротив кровати есть телевизор, вот можно, и полка также сделанная из камня. Да, ну, можно телефоны туда класть, можно сюда поставить какие-то книги, вазочки тоже как вариант. Здесь вот, вот куда все спрятано. Полочка и подоконники в этой квартире также выполнила компания Новый Город, мы уже об этом говорили. В целом здесь комнаты, они универсальные, потому что в детской комнате нету разукрашенных ярких стен, да, или это голубая, или это розовая комната. Она у нас тоже 50 оценков серого, поэтому эту комнату можно использовать по любому назначению. Здесь есть также шкаф, здесь есть диван, который раскладывается. В сложенном состоянии я вот поняла, что коврик я могу тоже для йоги здесь расстелить. В принципе, места хватит позаниматься. И в углу у нас располагается такая столешница, встроенная в стену, которая может служить рабочим местом. Осталось поставить стул и, собственно, можно там что-то делать за этим местом. Сейчас можно поставить ноутбук, стол, стул. Здесь очень приятно, потому что здесь два окна, и эти окна, они еще почти на полу располагаются, поэтому комната такая светлая, приятная и легкая. Хочется здесь находиться. Ну что, мы идем в гостиную. Такая наша гостиная-кухня с коридором совмещенная. Очень классная, уютная комната. Мы вам еще не показали просто диван. В квартире 43 квадратных метра могут переночевать 6 человек. Но единственное, что нам придется жить, это очередь в туалет. Это не очень удобно, но так вот временно приехать, это возможно. Отлично. Вот так. Класс. Друзья, я надеюсь, вам понравился наш обзор и понравилась эта квартира 43 квадратных метра. Она функциональная, интересная и удобная. Ну что, мы складываем диван. На этом прощаемся с вами. Ставьте нам лайки, пишите комментарии для того, чтобы мы снимали для вас новые обзоры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok